Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Копируя талон, учимся производить свое. Самарские фермы оснастят передовым европейским оборудованием. Модернизация подходов. В Большой Глушице обсудили новейшие технологии сева и сушки семян. Благородные пернатые помощники. Как итальянские гуси самарскому фермеру быт обустроили. Губернских аграриев обучат современному доению. В рамках соглашения между правительством области и Министерством сельского хозяйства Чешской республики на самарских фермах появится оборудование, которое используют самые передовые молочные хозяйства Европы. На очередной, уже третьей встрече с руководством областного медсельхоза гости из Чехии не стеснялись в саморекламе. Наши разработки, говорят, одни из лучших в мире по критерию цена-качество. Технологии внедрены на предприятия Германии, Польши, Венгрии. Россия и, в частности, Самарский регион – новое и перспективное направление. Климаты и, соответственно, условия разведения скота схожи. Другое дело – технологии. На многих фермах области, к сожалению, они не обновлялись с советских времен. В рамках партнерского соглашения чешские коллеги готовы поставить в регион свои инновации. Доильное, стоиловое оборудование, технику для заготовки кормов и удаления навоза. Нашу доильную технику мы снабжаем программным обеспечением. Заданная программа работает и на русском языке. Эти комплекты уже готовы для реализации в России, чтобы помочь руководителям хозяйств в управлении фермой в целом и стадом в частности. Также чешские партнеры берут обязательства по обучению областных специалистов эксплуатации этой техники. Приобретенный опыт получит научное обоснование в Самарской сельхозакадемии. Этим оборудованием в первую очередь укомплектуют 10 современных молочных комплексов, стройки которых анонсировались в послании губернатора. Сегодня проговорим о возможности поставки оборудования, возможно, и через лизинговые компании зарубежные. И, возможно, привлечение инвестиций этих компаний в реализации строительства и комплектования 10 молочных ферм, о которых было сказано в послании губернатора. Большая часть, конечно, это на вновь строящиеся фермы, а там, где будет проходить реконструкция, возможно, частичная поставка этого оборудования для того, чтобы модернизировать это производство. При реконструкции на оснащение своих производств чешским оборудованием могут надеяться уже 100 молочных ферм. Установку доильных новаций областное правительство простимулирует субсидиями. Собрали урожай, отсеяли озимые и снова потянулись к земле. Более сотни аграриев из Самарской области, других регионов России и даже стран СНГ съехались в большую глушицу на нетривиальный диалог. Как повысить продуктивность полей и за счет каких технологий? Казалось бы, вечные вопросы аграрной философии, которые вечно некогда осмыслить. Но времена нынче диктуют другой подход. Внимательно зрить в корень, прислушиваться к оракулам от науки и скрупулезно подбирать палитру для создания идеальной пылевой картины. Первый и самый главный в этом деле штрих – сев. От него зависит успех всего замысла, тем более в условиях рискованного земледелия. Поймал влагу и качественно заложил семена – получай продуктивные всходы. В этом хозяйстве решение непростой задачи возложили на австралийскую сеялку. За океанские опыты и тесты на Самарской земле убедили специалистов – агрегат способен подстроиться под рельеф почвы и непременно достать влагу. «Каждый сошник, я хочу сказать, это как велосипед. Независимо, вот такое, бугры, все сеет везде одинаково. Дал загрузку сеялки, например, 5 сантиметров, 5 сантиметров сеет. При мне тракторист, который сеял 18-метровой сеялкой, австралиец подошел, посмотрел, говорит, нужно заглубить еще на сантиметр. 15 минут ровно время понадобилось. Вот свидетель ГАЭС Испаилович. За 15 минут он прошел, заглубил, на 1 сантиметр поехал. Вот она регулируется глубина». Технологическая особенность сеялки в том, что дисковый нож с прорезиненным катком идет под углом. Он как бы разгребает сухую почву и укладывает семена во влажные ложи, а задний каток гарантирует плотный контакт семян с почвой. Агрегат предназначен для посева зерновых, технических и масличных культур. На полиозимах ученые делают осторожный прогноз. Сеялка может заставить пшеницу работать на полную мощность. «Заставить ее раскуститься и обеспечить получение продуктивных стеблей не менее 8-9 хотя бы для условий большой глушицы. Если он будет получать 7-8 продуктивных стеблей, значит, он будет получать в пределах 25-30 центнеров с гектара. Превысивая 60 кг на гектар, конечно же, это будет весьма рентабельно». В данном случае вот на этом посеве, вот на этом пробном посеве, это не очень получилось, потому что семена заделаны были на глубину 7-8 сантиметров, и там стеблевой побег 4-5 сантиметров, который значительно часть питательных веществ зерновки забрал, поэтому 4 побега образовалось, 4-5. А в том случае, если будет заделка семена на 4 сантиметра, тогда мы сразу с осенью будем даже от этого сорта иметь 7 стеблей. Это будет очень хороший результат, хороший успех. А что касается запасов влаги, видите, как он мудро сказал, он говорит, я снимаю семипроводу и я этой сеялкой, если мне нужно, я с осенью провожу долотование, вношу удобрения, то есть он хочет комплексно использовать вот этот агрегат. Это тем более замечательно. Задумались в хозяйстве и о сохранности урожая. В Пикстрады сюда ежедневно поступает до полутора тысячи тонн сырья, которое нужно оперативно просушить и подработать. Старенькие завы с работой уже не справлялись, и чтобы проблемы не росли как снежный ком, решили установить мощный семяочистительный комплекс, способный за час довести до нужной кондиции 40 тонн зерна. Разгрузить полевую продукцию может любое по габаритам транспортное средство. Никаких рубильников-автоматов, только компьютер с заданным программным обеспечением. Оборудование до того современное, что возникла проблема с обслуживанием. Настолько продвинутых и разбирающихся в электронике специалистов в области пока нет. Поиск и обучение кадров – вот теперь задача номер один. Работаем мы все, что еще высыпается из машины. То есть здесь 20 и выше процентов. То есть бывает, когда до критических моментов доведено, то есть благодаря погоде, влажность зерновых или подсолнечника, то есть там и 25. Это все вполне реально. Конечно, при наличии персонала. Не все техника решает. В ближайшее время в области запустят еще четыре таких модерновых комплекса. Располагаться они будут на базе районных семеноводческих хозяйств, которые, получая элитный семенной материал от местных ученых-селекционеров, будут его размножать и реализовывать в любое предприятие региона. Видим, что это современные технологии, которые позволят нам в ближайшее время улучшить наши показатели по семенам еще в разы. Они у нас сегодня как бы неплохие. Эта ситуация, она меняется за последние годы. И это, конечно, становится благодаря, прежде всего, той целенаправленной работе, которая проводится и министерством, и муниципальными районами. Здесь, конечно, надо отметить, что особую роль имеет государственная поддержка, которая предоставляется правительством нашей области для того, чтобы субсидировать вот такие современные комплексы. Для более активного технологического переоснащения сельхозпредприятие подталкивает само время. До окончательного вступления в ВТО государство еще может выделять на это дотации. Потом кассу закроют. На приобретение зерносушильного и семиочистительного оборудования в 2014 году хозяйством Самарской области компенсируют четверть затрат. И этим грех не воспользоваться. Как гуси Великий Рим спасли, известно каждому из школьной программы. Сколько в этой легенде истины, а сколько летописного вымысла, сейчас сказать трудно. А вот то, что белоглянцевые гагачи помогли фермеру Сергею Сергееву, история достоверная и весьма занятная. Типичный горожанин, бизнесмен, а в прошлом многократный призер чемпионатов страны по морскому многоборью, познакомился с важной птицей совершенно случайно. Лет пять назад Сергей сменил Самару на тихий сельский уют. Обжился хозяйским двором. Рядом с деревней заприметил озеро. Да только не до рыбалки было на нем. Сплошное болото. Обратился в компанию по очистке. Та выставила за услуги полмиллиона рублей. И кто-то из знакомых посоветовал развести гусей. Я завел гусей сначала для себя, скажем так. В болото это было практически сероводородом пахло. Болото по пояс проваливался в тени. Они вычистили все. Сейчас прям водой пахнет. Ила нет, песок. И остался с мясом и с чистым озером. Так пришел. Ну а потом почувствовал, что в принципе интересно. Думаю, почему бы не выращивать. Как бизнесмен в душе сидит у меня все равно. Так в принципе понравилось. И рентабельно. После такой подмоги Сергей Леонтьевич долго не раздумывал. Птичий двор стал расширяться день ото дня. Проштудировав литературу, найдя поставщиков кормов, фермер создал целую армию шумных лапчатых. Тысяча гусей и в компанию им три тысячи уток. В хозяйство инкубированные птенцы попадают в суточном возрасте. И уже через два-три месяца набирают нужную кондицию. Гуси итальянцы. Они вырастают три с половиной. Максимум четыре килограмма по максимальности. Почему? Потому что... И почему выбрал эту породу? Потому что небольшой вес... Опять же ориентироваться на покупателя, который если большой вес... Ну не все, скажем так, сразу за гуся выкладывают там больше тысячи рублей. Не каждый сможет. Лучше всего, конечно, для каждого. Всем хочется попробовать в гуся. И поэтому как бы... А утка, башкирка, ну она тоже менее жирная, но доступная, скажем так, для населения. Хватило всего одного сезона, чтобы понять. Выращивание величавых частюль – выгодное дело. При наличии водоема и лугов с летним кормлением особых проблем не возникает. Птица сама добывает себе пропитание. Несмотря на такой суверенитет, Сергей подкармливает любимцев деликатесной бобовой дробленкой. На озере, на воде можно держать. Они, во-первых, здесь корм, они мотыль собирают. Ну меньше зерна уходит, скажем так. Когда держишь на природе, они... Природа, опять же, в загоне это совсем по-другому. Мясо по-другому воспринимается. И в город уже не тянет. Работа на земле, выращивание птицы – для меня как отдых, шутит Сергеев. Кроме финансовой составляющей, есть и эстетический нюанс. Когда солнце играет на водной глади золотистыми алмазами, птицы спешат окунуться в изящную художественность природы. Благородство и ум – этого у них не отнять. Говорит фермер. Они все понимают прекрасно. Например, приходишь их кормить, они выходят, едят. А если приходишь за ними, там, например, забирать, там, скажем так, они уже почему-то знают. Они все на воду убегают и чувствуют. Птицы умные. Утки, они прожорливые, менее, мне кажется, а гуси, они такие. У меня даже знакомая, вот вчера только разговаривали, тоже гусей держала, она их даже научила танцевать. Приходит, сама танцует, и гусь танцует. Говорит, заснять это вообще интересно. В утино-гусиной истории Сергея Сергеева скоро добавится новая глава. К птичьей стае фермер намерен присоединить живность покрупнее. В планах заняться разведением молочного скота.